Забрался в подъем, но еще не весь, так что еще вот осталась сопочка эта, там выйду на тропу, а вот и тропа, вот здесь мы сейчас передохнем. Черничный компотик с лимоном и витаминкой. Ну что, иду домой. Погода отличная, результат отличный, поход состоялся. А в общем смотрите, я сейчас вам все покажу. Еду на два или три дня, пока не знаю, как погода, как клев будет. Наступил сентябрь, значит в реках ловить у нас нельзя, запрет до первого ноября. Соответственно остаются озера, водохранилища, но вот еду на озеро искать хорька. Хочется очень хариуса, вот по осени, я знаю, он там есть, поэтому будем пытаться. Сейчас полтора часа ходу, если без перерыва, вот такие, вот туда нам под те сопки надо идти. Здесь вот болотце такое, кто знает, тут понимает где, вот, но прошел вчера такой дождь мощный, может быть, да нет, все нормально, все нормально. Это дождь, не хочется черпать, тут я наверно обойду, да, вот, тут более-менее сухо, да, вот так, чем там попало. Так вот, ну как видите, мой рюкзак за мной, все, там палатка, всякие шмутки, но главное, лодки нет, и это значительно легче. В общем, не был я три года, вот, на этом озере, куда я иду, три года назад, последний раз поймал неплохо, потом вот все собирался, собирался и не собрался. Сейчас вот, ну очень хотелось, даже очень предлагал напарникам своим, ну, напарники, честно говоря, один весь в работе, Сашка, привет, давай-давай, хватит работать, ходить надо. А второй, ну, не верит он, пессимист он по этому озеру, когда-то он ходил на него и не понравился ему, вот, а мне наоборот. Так что посмотрим, кто прав. Я надеюсь, что я поймаю, ну, не меньше, чем тогда, хотя за три года Хариус должен либо вырасти и быть большим, либо его там вообще нет, его могли выбить. Здесь хожу к ручью, питьевой ручей, все это знают, обычно тут всегда остановка. Кто-то узнал ручей, тот наверняка должен узнать вот эти камни. Ох, как они вымораживают здесь, какие-то даже некоторые шатаются, хотя и все это выбито ногами. Просто мостовая, очень неудобно идти, но он должен скоро кончится. Ну, вот и вышел я. Вот оно, озеро. Вот та сопка, под которую надо было идти, вот она кончается, и озеро. Сейчас пойдем к берегу. Есть! Все, прибыли. Сейчас я буду снаряжать вот это хозяйство, и пойду быстро ловить. У меня сегодня весь вечер. Вот последний раз, когда я был, очень неплохо, мне на него плевало. Сейчас посмотрим. Первый заброс, ребята. Так, проверка еще раз. Здесь все закручено, да. Второй заброс, ребята. Она даже стравила. Я не знаю, что это. Опа! Ты посмотри, что творит! Видели? Неужели кум уже даже? Пошечка. У меня ни сачка, ни хрена нет. Где она? Ты посмотри. Второй заброс, ребята. Не вижу, что даже. Вот она здесь, где-то рядом. Надо вон туда тащить. Или сюда заводить. Где? Ты посмотри, что! Кто это? Вот он, вот он, вот он. Это ешкин кот. Лишь по... Камни. Ты посмотри. Тогда втором забросить. Что же такое-то? Надо понять, кто это. Потом разберемся. Но для хорька очень хороший хорек. Если это хорек, вон ходит. Кто там? Кто это? Кто это? Кто это? Кто это, ребята? Кто это? Это щука. Да ешкин кот. Да это щука. Да, дружище. Да, дружище. Не собирался я тут щуку ловить. давай что Вот где что? Кустика этот. Вот так, не почем, представляете? Ну так, килограммчик. Но начало есть? Есть. Уже есть что пошкирить. Специально взял нож, измерил. Моровский нож ровно 20 сантиметров. Вот это на будущее. Когда будут хорьки, вот разрешенный размер 20 сантиметров. Вот нож 20 сантиметров. Все. Разрешает, будем ловить. Все. Ушел я оттуда, где щука. Начал пройти на мыс. Попробовать с мыса. Тоже поменял блесну. Надаеву желтую с красным. Сейчас поменяю. Что-то прошел и ни черта. Смотрите, какая блесна. У нее двойной свет. Вот он вот так вот, на солнце. То алый, то оранжевый. Смотрите. Вообще, просто это голец чистый. Да? С полей смешанный. Вот уже час хожу. Ведь не кушал, ничего. Просто как пришел, палатку поставил. Пошел вот, щучку поймал. Но харька ни одного пока. Ни одной поклевки. Ребята, была поклевка. Была поклевка. И он сошел. Причем, вначале кинул. Ударил. Я второй заброс сделал. Он подсел. Что-то тащится. Что-то тащится. Есть. Есть, ребята. Вот она. Красава. На классическую. Смотрите. Как он. Тихо-тихо-тихо. Ну, полноценный. Полноценный. Сейчас вам скажу. Сколько он тут. Где мой ножик? Как я уже говорил, ножик 20 см. Я мерил разрешенный размер Хариуса 20. Ну, и так. Смотрим. О! 25. Да? Это и есть Хариус, да? Тащусь домой. На стоянку. Прошел. Все, что намечал. На обратном пути. Вот. Вторая поклевка. И он заглотал. Но я поменял. На небольшой уже. Двоечка. У меня вертушечка такая. Классная. Цвета как раз под Хариуса. То ли тащу, то ли не тащу. Тащу. Есть что-то, ребята. Прыкается. Харел, 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 харел. Какой хороший. Смотри. Смотри, какой хороший. Вот это уже лучше. Вау. И опять на такую же, да? Ты посмотри. А я говорю, водяного, дай второго, дай второго, дай второго. Дал. Дал. Сантиметров 27-28. Напоминаю, норма. 20 разрешено. Сантиметров. Длина. Харька. А я рыбу там вытащил. Эту щуку. С Хариусом. Почистить. Ну, думаю, дай пройду вдоль кромки. Да, ну, у него, конечно. Ну, красивая рыбка. Ну, они такие малорослые, к сожалению. Вот сегодняшний весь улов. Такие вот они. Вот. Ну, по Хариусу, я думал, будет больше. Щуку вообще не надеялся. Что еще хотел сказать. Забыл еще про одного напарника, который приглашал. А мы с ним здесь были. Миха, тебе привет. Тебе привет. И здесь вот такой же был закат. Сейчас будем делать чай. Мы будем его делать с черникой. Сейчас набью полный котел ягод. И листьев. Разожгу костер. Вот. И заварю хороший компот. Ну, чай добавлю, но компот будет. Прекрасно будет. Под утро. Доброе утро. Поспал. Сейчас расскажу, что потом было. Ну, в общем, ночь прошла хорошо, тепло. Я отрубился, как только стемнело. Уже где-то в 9 я уже, наверное, спал. Ночью проснулся, кричит. Ну, это росомаха бродит. Она орет, как человек. Ну, я знаю, что она не подступает. Не подойдет. Поэтому неприятно, жутковато. Ну, так отлично. Тепло, главное. Заснул. Сейчас утром тоже слышал, кричал. Ну, это же мелочь. Так что поспал я отлично, ребята. Все хорошо. А теперь самое главное. Вот у меня кепочка. Видите, кепочка? Я ее забыл в палатке. Встал в 7 утра. Знал, что сегодня будет дождь. Вот, встал в 7 утра. Ну, и думаю, надо быстрее, пока нет дождя. Ночью посыпал чуть-чуть. Капельки вот были там, высохли уже на палатке. Думаю, надо быстрее. Где-то в 10-12 должен был быть дождь. Думаю, надо пойти покидать часика 2-3. Вот. Ну, и с просонья вышел. Все вроде бы взял. Там блест на там это самое. Все, сумку. Пошел ловить. Вот. И камеру забыл. Вот эту камеру я забыл. Потому что она лежала вот в этой кепке. Точнее, в палатке. Ну, и, соответственно, ей кепку забыл. Пошел без кепки, потому что так ветер-то теплый. Вот. Ну, а теперь покажу, что было. Значит, вышел. Первый заброс такой еще нечеткий. Второй заброс. Сел хорек. Камеры нету. Включить не могу. Тащу, тащу, тащу. Подтягиваю к берегу. Он тут начинает выкаблучиваться. И уже вот у самой. Его не надо. Там вот такой где-то перепад. С воды его поднять. Он перед водой начинает дергаться. Ушел. Ладно. Ну, как, ладно. Обидно. Потому что самый крупный. Вот те, которые вчера были, они не такие крупные. Вот. Пошел дальше. Поменял там. Ну, проблесно потом скажу. Вот. Пошел, пошел, пошел. И вытащил хорька. Вот. Ну, он такой. Он зачетный. То есть, как, ой. Крови-то сколько. Прошу прощения. Вот так вот я его покажу. О, хороший хорек. Так. Нет, 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 нет. Пошел дальше. Дошел до мыса. Там поймал. Уже вот такого зачетного. Смотрите. Уже. Уже такой хороший хорь. Уже натуральный такой хорь. Смотрите, да? Вот этот поборолся. Тоже я его там... А там камень еще выше. Уже некуда. Кусты и камень. Я его на камень шморганул. Он у меня соскочил с блесны. А заторможенный все равно утро еще. Сейчас где-то часов 9, наверное. Вот, 2 часа погулял. Бумс! Он соскочил. И такой к воде. Я такой ногу лениво поставил. Вторую. Но потом все-таки я его зафиксировал. Ну, ребята. Ну, красавец, да? Вот это я понимаю, да? И в конце иду такой уже. Туда сходил дальше. Нет, 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 нет. Иду обратно. Говорю, водяной. Говорю, ну, что ты меня еще целый день? Надо что-то дать. И вот он мне дал еще одного. О! Смотрите, да, ребята? Вот это... Вот такого дал. Смотрите. О! Это уже, я вам скажу, Практически чуть ли не с моей плечи. Красавец, а? Харьковый. Харьковый, харьковый. Да. Ху! Я доволен. Доволен. Причем берет все время только на одну. На одну. Вот на одну. Все. Такая блесеночка. Причем это второй номер. Третий ставил. У меня, правда, он с желтым лепестком. Большим. Третий номер ставил. Это второй номер. Летит хорошо, неплохо сейчас. Достаточно, куда надо. Но третий номер почему-то стесняется. Это вот я прошелся два часа. Ну, два часа, конечно, это не днем, как вы можете сказать. Но для меня это отлично. Время-то уже полдесятого. Я думал, девять. Видите-ка, я проходил больше даже. Сейчас мы вчерашнего компотику попьем. Костер разводить не будем пока. Вот, это вчерашний у нас черничный компот. О, с утра я выпил уже стаканчик. Ну, еще, смотрите, цвет изумительный. Этот самый, он же борется. Харек-то. Он берет, пассивно как-то ты тянешь, тянешь в лесну. Ну, ведешь. Хоп, он сел. Но он, видно, сам засекается. Он потому что раз, сразу в сторону. И он подсекся. Если хорошо подсекся, значит хорошо. А если плохо, значит плохо. Пошкирил. Сейчас протру рыбку. Вот, смотрите, какая она. О, красота. Так, тряпочка, я ее протираю. Она не должна быть мокрая рыба. Вот, тогда она лучше сохраняет свой вкус. Сейчас вот мы ее возьмем. Соль. Это вчерашний. Тут щука лежит. Филе, помните, да? Все. Сейчас вот я ее сюда. Так вот, хватит. Сюда в жабры. И тихонечко сюда. Все. За два дня она малосолом тихонечко дойдет. Отлично. Отлично. Ой, красота. Ну, ну, хорьки-то. Ого. Смотри. Зашибись. Интересно, вот, должен быть дождь, где-то в 12, в 10, 12, уже 10, пока нету, 12, может быть. Вот, несет оттуда что-то такое, и парить начинает. Солнышко вон выскакивает. Вышел еще раз половить эту рыбку, спрятал, потому что, мне кажется, сейчас еще есть шансы. Пройду по заветным точкам. Вот. Хорек он такой, он осторожный. Если наткнулся, все, постоит. Потом надо опять минут через 5-10 уже другой может подойти. Он же тут не по одному стоит. Ну, вот. Будилище желательно. У меня 2,40. В общем, спиннинг нужен где-то 2,73. Дальше полетит, а дальше глубже. Тоже интересно. Ну, вот так, пока. Начал капать 12 часов дня. Я в палатку заскочил. Надо, наконец-то, позавтракать по-человечески. Все. Вот так вот по прогнозу идем. Ну что, вот я поспал. Пока дождь хлистал. Сейчас у нас 3, 3 часа. Что у нас там с погодой? Что-то затихло, ветер разгулялся. Не на шутку. Сейчас посмотрим. Как там у нас облака. О, ребята. Отлично. Все прогнало. Вот это сейчас будет вечерняя зорька. Давай поменяем. Поменяем на то, что подальше полетит. На черный. Попробуем третий номер поставить. Все, снимаем. Кидал, кидал. Она даже что-то не раскрывается. Почему-то. Ладно. Поменяем на кислотное. Я бы сам на такую взял. О, вот здесь как она играет. Если видно, не знаю. Видите уже? Прямо у берега. Шел, шел, шел. Вот он взял. Вот он, вот он, вот он, вот он. Вот он идет. Это на кислотничка. Я только постоял. Сейчас мы его должны на берег сморгануть. Вот он, вот он, красавец. Вот есть он. Вот только постоял. Кислотник. А, смотрите, ребята. Все, оцепился. Красава, да? Тихо, тихо, тихо. Ух ты, какой боевой, а? Хух. И, главное, он шел за ним. Кидал туда и черненького, и красненького. Кислотничек, на них, его раззадорил. Хух. Эх, красивая рыбка. Красивая рыбка. Их, не осторожней. Еще раз. Смотрите, какой у него парус. Называется парусник. Ладно, прилично. Тихо. С началом. Сонарико. Только поставил кислотника. Первый заброс. И он шел, шел. Взял практически у ног уже. Здесь вот я включил камеру как раз буквально через секунду, как он взял. Вот на него, собственно, и произошла эта поклевка. Цвет поменял. Третий цвет уже. Этот более раздражительный. По-моему, есть что-то есть. Да, вон он. Нет, что это тып. Крова, что ли? Крова. Редка. Ребята, ну не без этого. Самое интересное, что вот ухариуса точно такая же подтяжка. Он так же вот садится, вот ты чувствуешь, что-то там тянется. И только у берега начинает тебе выделать. Эх, была поклевка. Дрипахнулся, дрипахнулся. И не зацепился. Вот там против солнца. Я подовую камеру включил уже. Думаю, тащу. Так, есть ребята. Только мне надо сейчас как-то спуститься вниз. Я его тащу. Но здесь главное на камнях не поскользнуться. Вот он, вот он, вот он, вот он. Вот он, вот он. Тут берег-то хороший. Второй сошел. Второй сошел до берега, не дойти вон, не успел. Тут камни вот эти, они скользкие. С одного пласта на другой вроде, что тут идти? Прут плоско. А они скользкие. А там глубина. Там такие щели. Что, засадил я этого кислотного, эту кислотную блесеночку вот туда. Напровалится она вот в такую щель где-нибудь. Зацепится за угол. И все. И нету. Две нереализованных поклевки. И вот надо, ну ничего не сделаешь. Там туда не дойти. В таких камнях там уже все. Считаю, это естественная убыль. Будем ставить красненькую свою, с которой начинали. Просто Мальдивы какие-то. Прямо посмотрите, какая красота, да? Просто цвет, вода. Здесь вот мелко. А там вот начинается глубина. Вот сейчас туда зайдем. Берег хороший, правда крутой. Вытаскивать придется Аккуратненько. Ащу. Вот он идет, видите? Вот он, вот он. Сейчас я его сюда надо шваргануть. Шваргануть надо. Беги-беги сюда. Есть. Вот этот. Ух ты. Кто ж тебя так покалечил-то? Тихо, тихо. Не успел колеру включить. Уже вот самых ног. Смотрю, идет за блесной. Бежит такой. Думаю, ну все, нельзя не возьмет. Взял. Смотрите, какой ребята. Класс. Красавец. Блин. Селища такое. Хорошенький. Хорошенький. Смотри. Какой. Вот это рыба. Вот это, да? И опять на красник. Главное, в виду, тут только что вот небольшого это вытащил. Это сразу. Ну не сразу. Две-три заброса сделал. Чуть-чуть в сторону. И смотрю, я гляжу, тень мелькнула. Он там своим брюхом в воде такой раз колыхнулся. Думаю, рыба идет. И точно, смотри, уже темная эта самая спинка показалась. Потому что блесна-то вот в двух метрах от меня уже. И вдруг бум. Как он обычно. Ха-ха-ха. А что я скажу? Вот там, где я вчера ловил, там ветер был вчера южный совсем уже. Вот как бы. И поэтому волна была не такая большая. Сейчас ветер поменялся. И здесь вот я перешел уже в другую бухту за угол. Здесь вот волны меньше. И глубина. И вот смотрите. Тут уже эта поклевка была. Вот это второй, которую я вытащил. То есть, в принципе, здесь есть резон. Резон, да? Это есть. Но как вы сюда? Надо шморгать прямо же. Да, смотрите. Он меньше ножа. Поэтому мы его сейчас быстро отпустим, пока он жив. Вот так вот, смотрите. Берем. Расти большой. Ребята, есть. Вот он идет. Красава. Ты посмотри, да? Был удар. Вот. Буквально уже у берега здесь, да? Я слабину дал и подтерпал. И он не выдержал. Он не выдержал. Тащу, ребята. Где-то он. Вот он, вот он, вот он. Есть. Есть. Красавец. Смотрите. Да они все красавцы. Вот такая... Ох, это уже домой иду. И на обратном проходе еще один. Спасибо. Спасибо. Солнце еще высоко. Но оно сейчас быстро будет садиться. Поэтому надо... Надо закругляться. Закругляться. В смысле костер готовить, ужин. Вот. Так что пока... Так вот будем выкладывать. Сейчас солить надо будет рыбу, да? Сколько здесь их? Три, шесть. Шесть. Ну вот, даже самый маленький. И тут больше норматива. Ребята, умеренность, как я говорил, всегда прямое счастье. Ну, что же вы хотите, а? Ну, это же Хариус. Это же... Ох, это же не просто так он. Что, Хариус порадовал тем, что он есть. Пока костер с котелочком греется, значит, засолю рыбку, спрячу. Ну, и потом будет праздничный ужин. Потому что завтра с утра я сразу домой ловить не буду. Сейчас возьмем колбаску. Сделаем шампурчик. Вот. И пока мы тут рыбку солим. Вот так вот. Ну, сколько нам? Ну, нам хватит. Половину, да? Да. Половина. Остальное на утро. Так. Ну, сюда. И вот так вот. Хэпа. О! Отменно, да? Хух. Так. Ну, и что? Рыбку надо солить. Все. Колбаска будет тут потихонечку доходить. Вот. Чайничек будет потихонечку кипеть. Все. День сурка. Вчера такой же был закат. Тоже ветер притих. Тоже костер горел. Стояла палатка. И на том же месте, в тот же час. Вот. А дома еще подсолим. Все. Пакетик готов. Поход состоялся. Ну, когда я пришел с Захариусом, взяла щука, да? Представляете? Это... Я с Захариусом шел. Слушайте, и больше потом ни одной щуки. Нигде. Причем, в заводе все. Как тишина. Ну, ладно. Спасибо. Все. Еще раз. Всем больше рыбалки. И удачи. Удачи, удачи, удачи. 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 ua. think putipip Japan.